Девочка-пай Добрый день, друзья! С вами Лохматая Душа. Сегодня хочу рассказать вам историю, которая вызывает очень мерзкий осадок на душе. Просто мерзкий. Кокер-спаниель Джессика. Девочку по непонятным причинам выставили на авито и отдали в добрые руки. Добрыми в кавычках руками оказалась семья с тремя детьми, которая искала себе собаку, которую можно плодить, разводить и продавать щенят. То есть люди решили заработать легкие деньги. Потом оказалась раковая опухоль на молочной железе, и рожать она не может. Семья жутко возмутилась, что их обманули и подсунули им бракованную больную собаку. Они-то собирались на ней деньги делать, а она, вот такая сякая, оказалась больной. Подло поступили первые хозяева, которые выставили больную собаку на авито. Скрыв, что она больна, еще хуже поступила вторая семья, которая, поняв, что, сообразив, что на собаке денег не сделать, решила эту же собаку только уже продать. Ее также выставили, но уже за две тысячи. Когда спросили, почему вы продаете собаку с раком, они ответили, она же у нас ела, мы должны компенсировать. Этой семье я не буду слать ни проклятия, ничего, ни одной, ни второй. Я считаю, что Бог им судья. А рано или поздно он их накажет. Однозначно накажет. И, возможно, когда-то они об этом вспомнят. Собаку взяли в клинику, ребята, отвезли на обследование. Оказалось, что у нее еще к тому же очень сильно увеличено сердце. Через сутки собаку отвезли к кардиологу, сделали УЗИ. Рак – это не шутки. Операция необходима. Посоветовавшись, врачи решили рискнуть и прооперировать собаку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Узяли в клинике, это хорошо. Дома она единичная была, но сделали у нее латеральный, потому что посередине была. Что за опухоль по гистология узнаем через 2 недели. Ну, а пока все стандартно. Обработка шлов антибиотикотерапии. По возрасту от 7 до 10 лет я Appreciate Where We Be We Telix laptop Я нервничаю, ребята, извините. Нахожусь в приюте, смотрю на все вот это, на этот хаос, этот снег, на то, как быстро, мгновенно тает корм. Ребята, у меня шапка поднимается на волосах дыбом. Я вам серьезно говорю. Знаете, иногда сижу вот так и думаю, как мы выживаем? Вообще не понимаю, как. Куда ни обращаемся, везде мы вас помним, мы о вас знаем, держитесь, хлопаем вас по плечу. И, как обычно в России, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. К счастью, друзья, у нас есть вы. Есть вы. Я смело об этом говорю. Не лещу, ребята, а искренне всем сердцем благодарю. Благодарю за то, что вы помогаете нам выжить. Благодарю за то, что вы есть. Благодарю за то, что вы нас не бросаете. Благодарю за то, что вы смогли сохранить в своей душе доброту, милосердие, жалость, сострадание. Спасибо вам, мои хорошие, за то, что вы с нами. Спасибо за вашу помощь и поддержку. Спасибо, что вы есть. Храни Бог вашей семьи, ваших родных и близких от всего сердца, всей душой, всей-всей лохматой душой от имени моих бессловесных подопечных. Я желаю вам счастья и добра. Я о нем говорю немного хаотично, друзья, но говорю искренне от всей души. Спасибо, что вы с нами. А в конце ролика хочу сказать еще. Следующий ролик тоже будет о собаке. О переломанной. С тазом, с лапами. Но история у нее совершенно другая. И я расскажу ее вам в следующем ролике. И надеюсь, вы меня поддержите и поймете. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Дай вам Бог всего, чего вы сами себе хотите пожелать и мечтаете. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok